Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Подготовку к грядущим праздникам детально обсудили на планерном совещании. Нет предела совершенства в благоустройстве курортной Анапы. Город продолжает готовиться к празднику. 12 июня – День России. И не путать с Днем независимости. Лето начинается. Очередной детский праздник устроили представители территориальных органов самоуправления для маленьких анапчан. В сквере у здания администрации меняют систему уличного освещения. Новые фонари в одном стиле с новым фонтанным комплексом. Завершаются работы в Ореховой роще. Готовится к запуску фонтан. Обновляется облик любимого анапчанами и гостями курорта парка. Фонтанная чаша построена. Инженеры смонтировали и настроили коммуникации. Отделочники украсили фонтан мозаикой. Остались небольшие отделочные работы. Фонтан также у нас будет поющий. То есть у нас будет подниматься струи воды. Будет музыкальное сопровождение. Полная силы будет работать уже начиная с 14-го числа. К открытию фонтана установят новые лавочки и урны для мусора. Старые покрасят. Специалисты предприятия «Ремстрой» благоустроят парковую зону Ореховой рощи. Восстановление тротуарной плитки. То есть все виды ремонтных работ. Далее проводятся косорные растительности. Обрезка сухих деревьев. Окраска заборов. Восстановление таблички по правилам поведения и недопущение выголода наших домашних животных. Также проводятся работы по обработке гербицидом наших дорожек. Потому что травка у нас растет. Поэтому мы это все убираем. Парк Ореховая роща – любимое место для семейного отдыха. Супруги Айвазовы часто гуляют всей семьей в Ореховой роще и ждут открытия нового фонтана. Очень здорово, что вот это все сделали. Очень хорошо тут приходить с детьми гулять. Очень часто здорово. Часто приходим, гуляем здесь. И как бы все лучше и лучше. Изменения в облике курорта отметила Ольга Мальшакова. Год назад переехала в Анапу. Основные критерии переезда – море и хорошее благоустройство города. Я приехала с Урала и облюбовала, в общем-то, этот ваш город. И он меня поразил именно чистотой и благоустройством. Действительно нужно больше вносить как бы свежести. Именно вода ведь создает вот эту свежесть, где возможно отдохнуть. И вот это вот, я думаю, что когда будет работать фонтан, будет отражаться как радуга. Будет, наверное, и детям будет лучше. Дети любят воду. В Анапе завершилось еще одно строительство – светомузыкального фонтанного комплекса на площади перед зданием администрации. Освещать фонтаны будут новые фонари. Освещение по последнему слову техники. В полную силу под ритм музыки «Разноцветные огни» фонтаны заработают 14 июня – в день открытия курортного сезона. Подготовку к праздникам, Дню России и открытию курортного сезона подробно обсудили на планерном совещании. Программы торжественных мероприятий на предстоящие выходные насыщены. Городские службы наводят последние штрихи в подготовке к празднику. Но не забывают и о ежедневных задачах, поставленных главой города Сергеем Сергеевым. Глава города Сергей Сергеев акцентировал внимание на случай с мошенницей. Женщина обещала жертвам посодействовать в бизнесе и похлопотать в администрации, называя фамилии заместителей мэра Анапы. И для усиления эффекта значимости суммы за свои услуги называла нескромные. Думаю, в 400-м следующем году исчезнет, в 450-м. Я думаю, что Светлана Алексея Васильевича со своими службами на этом примере, вы прекрасно знаете, о чем речь идет, да? На этом примере надо провести занятия. Деньги берутся под вас. Эта женщина, она обещала выполнить определенный вид работы при наличии вот этой оплаты. И обещала, что все будет по зеленой улице решено. Информацию вовремя сообщили в правоохранительные органы. Те провели проверку и в ходе оперативно-розыскных операций задержали мошенницу. Это один из антикоррупционных вопросов. И я хочу заверить тех, кто еще сегодня сомневается, тех, кто сомневается, что эта работа будет подложена. Сергей Сергеев настроил сотрудников администрации на работу с беженцами из Украины. Начальник отдела УФМС по городу-курорту Андрей Дубошин дал разъяснение. За неделю в Анапу приезжают около ста украинцев, но с оформлением трудовых отношений и присвоением статуса беженцев не спешат. Реальная картина в ситуации с гражданами Украины будет видна осенью. По оформлению трудовых отношений мы должны предпринимать все усилия, если кто-то из них изъявит и получит право трудиться на территории Российской Федерации. Дать возможность, мы ведем за ровно. Отчет по исполнению дорожной карты с последующим размещением на участках детских дошкольных учреждений запросила у руководителей городских управлений первой вице-мэра НАПы Светлана Яровая. Земельные участки, которые у нас запланированы в генеральном плане в правилах землепользования и застройки, предназначены для строительства детских дошкольных учреждений и школ. Пожалуйста, надо создать регистр, соответствующие карты, с тем, чтобы мы имели на перспективу развития муниципального образования представление о объектах, насколько местные эти объекты, чьи они сегодня в собственности, то есть не сами объекты, земельные участки, наличие проекта планировок территорий и наличие в этих проектах детских садов и школ и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы могли уже сегодня разговаривать с собственниками-оридаторами. Будут рассмотрены варианты земельными участками, находящимися в муниципальной и частной собственности. И еще один вариант уже работает в Курганинске – незатратный и эффективный. Я съездил в Курганинск, вы помните, да, и посмотрел детский сад под четырехэтажным жилым домом. То есть первый этаж – это детский сад. С одной стороны – подъезды, с другой стороны – прогулочная площадка для детей. Удобно, красиво и современно. Опыт положительного решения детского вопроса в Анапе уже есть, и власти города намерены обеспечить каждого ребенка местом в детском саду. Изменения в системе госзакупок – об этом доложила заместитель главы города Яна Дуплякина. Теперь заказчики могут делать закупки на сумму до двух миллионов рублей по прямым договорам. Работа мобильных групп, проверяющих торговлю в курортной Анапе, за 10 дней выразилась в отчете. 38 протоколов на нарушителей составили сотрудники администрации, 59 – полицейские. Поручение главы города – усилить работу на Пионерском проспекте. В ближайшее время в порядок приведут причал на Центральном пляже. Договоренность с руководителями обслуживающего предприятия уже есть. Перилы практически разломаны. Сельцы самого насилы тоже в некоторых местах отсутствуют. И вызывают очень светлые травмоопасные территории. На этой неделе в городе пройдут репетиции праздников, посвященных Дню России и открытию сезона. 13 и 14 июня Анапу украсят гирляндами шаров и флагами. Праздничные мероприятия пройдут во всех сельских округах и в самом центре Анапы. 14 июня в 21.00 смотрите прямую трансляцию грандиозного праздника на канале РЕН Анапа-Регион. 12 июня в России отмечают День России. Мы спросили у анапчан и гостей курорта, знают ли они историю праздника и какой праздник будут отмечать 12 июня. Вы знаете, какой праздник в России отмечается 12 июня? Если я не ошибаюсь, День Конституции. Нет? Ну, год не помню, конечно, но когда независимость объявили, тогда вот стали отмечать этот праздник, День Независимости. Ну, я знаю, что началась война 12 июня, или нет? Не знаю. Не знаю. Не интересовались. А я знаю. Ты? Говори. 12 июня отмечается День России. 12 июня в России? День Солнца. Конечно, День России. Отмечаете, нет? Да нет, вроде не отмечаем. Никак не празднуется, да? Нет. День Независимости в России? День России. День Независимости России. Почти. Вы знаете, какой день отмечается в России 12 июня? День России. Продолжаем выпуск. В микрорайоне Северной на улице Крымской во дворе многоэтажек прошел праздник для детей за счастливое детство. Организовали мероприятия координаторы территориальных органов самоуправления номер 28 и 30. Дети участвовали в шоу-программе и даже примерили настоящую форму пожарных. Задорная музыка, аниматоры в костюмах героев сказок Диснея привлекли внимание детей из нескольких дворов. Анна Брондукова за 10 лет впервые на таком празднике. С удовольствием участвовала во всех конкурсах. Мне очень нравится, когда с нами аниматоры развлекаются, нам разные шутки шутят, загадки загадывают. Я участвовала в конкурсе, что надо было пролезть по туннелю и увидеть разных животных. В шоу-программе танцы, песни, занимательные конкурсы, веселые игры. Сказочные персонажи веселили детей. Тут разные клоны, тут такое веселье, все играют, так развятся. И разные игры, но это прям так весело. Это лето как раз, веселье, позитиве. Это так классно. Мне понравился сам праздник. Вот эта суматоха вся веселая. Мне понравилось абсолютно все, потому что я люблю дурачиться, хоть мне уже и 12 лет. Это очень забавно, играть с клоунами, с какими-то Мигги Маусами. Веселый праздник разбавили яркими красками аквагрима. Рисунки дети выбирали самые разные. Цветы, бабочки, образы животных. Анастасия Прасолова привела на праздник дочь Софью. Ей всего 2 годика и 10 месяцев. Но рисунок мама с дочкой выбирали вместе. Очень здорово, нам все очень понравилось. Да, Суя? Да. И мнение ребенка говорит само за себя. Пока одни дети участвовали в шоу-программе, другие с интересом рассматривали сюрприз от пожарных. Мы приехали на свою пожарную машину для того, чтобы каждый ребенок мог посмотреть, что такое пожарно-техническое вооружение. Примерить на себя костюм пожарного, одеть каску, сфотографироваться. Ну и еще будет конкурс, как себя вести в условиях задымления. Всем детям приготовлены призы. Владислав Шеврикука примерил настоящий костюм пожарного. Хотя Владиславу всего 9 лет, он уже выбрал будущую профессию. Хочет стать пожарным, тушить огонь и спасать людей. Мне нравится в ней то, что я как будто представляю себе, что это пожарный. Участие пожарных в празднике познавательно для детей. Ребятам напомнили о безопасности и осторожном обращении с огнем. Дети хотя бы учатся каким-то полезным вещам. Смотрят, что это нужно, что это правильно. Ну и надеемся, не будут глупости творить какие-нибудь. Играться со спичками и баловаться с сжигалками. Родители веселились вместе с детьми. Помогали малышам в перетягивании каната. Победила дружба. А в каждом надутом воздушном шаре, отпущенном в небо, поселилось детское желание или мечта. Мне понравилось, как девочки танцуют. И что понравилось, как девочки и мальчики надувают шарик. Мне понравилось, что мы знакомимся. Узнаем человеки плохое и хорошее. Радуемся. Играем вместе. Кого мы долго не видели, видим. Координаторы территориальных органов самоуправления номер 28 и 30 устроили настоящий праздник ребятам во время летних каникул. И такие праздники на курорте будут продолжаться все лето. Делегация Анапы примет участие в фестивале вареников. 13 и 14 июня в этнокультурном комплексе «Атамань» станицы «Тамань» Темрюкского района состоится краевой фестиваль вареников, в котором примут участие коллективы всех муниципальных образований Краснодарского края. Любимое казачье блюдо вареники соберут на фестиваль кулинаров, хуторов из станиц Кубани. Анапа не раз удивляла гостей «Атамани» своей выдумкой и кулинарными находками. Один шоколадный вареник от анапских поваров чего стоит. И на этот раз наши хозяйки приготовят гостям хата винодела очередные новинки. Вместе с аппетитными закусками гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов, фольклорных ансамблей, выставка народных ремесел и художественных промыслов. Комплекс «Атамань» 13-14 июня. Фестиваль вареников ждет гостей. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 11 июня в Анапе солнечно и ясно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24-26, ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова